Дорогие друзья, как раньше говорили по многочисленным заявкам телевизрителей, радиослушателей, я пригласил в свой дискуссионный клуб Игоря Владимировича Липсица. Он, если каким-то образом систематизировать, так сказать, позицию, он относится к системным либералам, либертарианцам, последователям Егора Тимурча Гайдара, нет? Абсолютно мимо. Более просвистело мимо и ага. Давайте, давайте, определите сами. Абсолютно. Я являлся крайне жестким оппозиционером Егора Тимурча. По настоянию Чубайса был выведен из состава общественных словетников правительства. Люди Чубайса пытались уволить меня из высшей школы экономики, поскольку я был очень жестким критиком гайдаровских репортов. Так что вы просто совершенно не так меня презентовали. Наоборот, я был противником и Чубайса, и гайдара, и пытался какие-то другие идеи презентовать через Российский Союз промышленников и предпринимателей. Другое дело, что я работал в высшей школе экономики, которую создавали люди близких к гайдару. Это было, но там были разные люди в высшей школе экономики, с разными его зрениями. Понятно. Но тем не менее, мне понравилось тут определение одного из империалистов российских, современных, которые всех системных либералов относят к врагам режима, к врагам Путина и делят на две категории. Системные либералы, которых Путин, дракон Путин, пока не ест, и системные либералы, очень смешное определение, офшорные, это те, которых достать пока нельзя. Сегодня, кстати, Александра Одняцкого, если вы слышали, ему объявили приговор 8,5 лет за поддержку Украины в войне с Россией. Да, я уже инагент, первый штраф мне Таганский суд уже выписал, так что у меня дорожка понятная тоже. А вы платите ли эти штрафы? Пока плачу. А я просто игнорирую. Ну, у меня пока есть некие интересы, поэтому я пока продолжаю платить. Ну, посмотрим, что дальше будет. Хорошо. Игорь Владимирович, сегодня я бы хотел понять состояние Кремля в измерениях экономики современной и динамики экономической. Вы просили политические вопросы не затрагивать. Но, кстати говоря, я помню в своё время Кудрин вдруг, он меня поразил этим самым. Вдруг Алексей сказал, что экономические вопросы с точки зрения руководимой им организации, этот клуб или там реформ, я забыл, как это называлось, без решения политических вопросов экономические вопросы не разрешим. Ну, давайте начнём тогда с вопроса о санкциях. Путин борется за ослабление санкций, и мы это видим в разных формах, даже в загипнотизированных оппозиционерах, выпущенных из тюрьмы, которые говорят, надо бы ослабить санкции, надо бы помочь российскому народу. Тем не менее, санкции обходятся легко, это мы тоже видим. Падающие ракеты, когда их разбивают на составные части, разбирают, оказывается, что все комплектующие западные микросхемы, нефть под разными флагами продаётся по всему миру. Ну, небольшой налог, так сказать, Путин платит, но ограничений никаких нет. В чём причина? Почему он всё-таки борется за ослабление санкций? Ну, сказать, что санкции вообще не работают, это нельзя. Просто у многих людей, когда вводился санкционный режим, были какие-то неверные представления, что санкции можно быстро остановить войну, санкции можно сломить режим. Экономисты говорили, ребята, такого не будет, это практически нереально, для того, чтобы это получилось, нужно ввести такие санкции, на которые Запад не решится. Если вы помните, значит, такие экономисты, как Гуриев и Схоки, они предлагали просто запретить экспорт российской нефти вообще. Но на это западные политики не решились, потому что боялись скачка цен на мировом рынке и ухудшения ситуации с ценами на бензин. Поэтому, соответственно, это было не сделано. Всё остальное это не такое страшное, это болезненно, но не страшно. И мы наблюдаем страны, которые десятилетиями живут под санкциями, не рушатся режимы. Но самый, наверное, простой пример для вас, живущего в США, это Куба, которая, как видите, вегетирует до сих пор, потеряла всё, что было. Народ не очень, кстати, представляет, что такое Куба. Я столкнулся с такими представлениями, что Куба это было нечто нищие, убогое. И вот поэтому, значит, там Фидель Кастро победил. Это совершенно неправда. Куба была лидирующей по прогрессу страной Латинской Америки, весьма продвинутой. Многие вещи в Латинской Америке, именно на Кубе, делались первыми. Это была очень богатая, преуспевающая страна. Ну, конечно, с большим количеством бедняков, как в Российской империи. Но сейчас она просто превратилась в нечто ужасное в страну тотальной нищеты. И, в общем, тем не менее, коммунисты остаются в Латте. 40 лет под санкциями у вас находится, как вы помните, Иран. Долгий год, десятилетие под санкциями в Северной Корее. Режимы не меняются и надеются, что с помощью санкций можно сломать режим. Это глупо. Но, что санкции делают, и это даже Путин не может отрицать, санкции ведут к деградации режима. Санкции ведут к деградации экономики. Санкции ведут к деградации образа жизни. Они лишают страну будущего. И это был вынужден признать даже Путин. Он сказал, что в средней срочной перспективе санкции наносят нам большой ущерб. Это правда. Поэтому, конечно, он пытается как-то ослабить санкции, потому что, что называется, запас прочности в российской экономике, он не безграничный. Он потихонечку исчезает. И режим санкций, конечно, этого мешает. Более того, даже там, где удается входить санкции, нельзя сказать, что удается входить легко, просто, безболезненно. Все равно это приходится проводить чрезвычайно сложными путями. И это ведет к росту затрат. А рост затрат ведет, как вы помните, к росту цен. А это, соответственно, фактор инфляции. А инфляция разрушает экономику любой страны, решает ее политической стабильности. Поэтому, в общем, конечно, санкции для России – вещь болезненная. Не смертельная, но болезненная и ощущаемая. Чем дальше, тем сильнее. Поэтому, конечно, Путин пытается с этим бороться. Надо ведь еще понимать вот что, Константин Анатольевич, что когда ты запустил механизм санкций, то, может быть, поначалу это не очень сильно. Но дальше набирается опыт. Привыкают к этому чиновники. И дальше начинается постепенное отлаживание методики санкций. И они становятся все более действенными. Бороться с ними сложно. И мы помним, как в свое время были эти санкции против Советского Союза. Да, по закону Джексона Вейника. И была комиссия, которая, может быть, вы помните название. Называлась Хамкон по контролю за экспортом двойных технологий. И это было очень болезненно для Советского Союза. Пришлось создать тогда специальное управление в КГБ, которое аккуратно воровало чужие технологии, чужие оборудования. Чрезвычайно сложно их завозило в Советский Союз. Но не всегда получалось. Потому что перевести и одно, а вот воспроизвести и создать аналогичное производство очень сложно. Когда тебя отрезают санкциями от мира, то ты не просто теряешь доступ к какой-то технике. Ты теряешь доступ к ноу-хау. Теряешь доступ к специалистам, которые тебе могут помогать. А это очень болезненно. Вот смотрите, сейчас американцы начали, как я понимаю, все-таки атаку на Шлемберже. Последнюю нефтесервисную компанию, которая работает в России. И это серьезная тема. Потому что если поговорить о том, что такое нефтесервисные компании, которые в большей части ушли, то это потеря, ну как вам сказать, умения заниматься геолого-разведкой нефтяной промышленности. То есть это ведет к росту затрат. Поэтому вот сейчас ушли значительные степени эти нефтесервисные компании, кроме Шлемберже. И мы видим, что российским нефтяникам приходится резко наращивать масштабы бурения. Они бурят наобум лазаря, чтобы хоть куда-нибудь боковые скважины найти нефть, потому что они не могут найти нефть. У них нет технологий, которые были у Запада. Западные компании – это западная технология, это западное ноу-хау. Лишившись доступа, Россия начинает откатываться в прошлое и теряет надежду на будущее. Поэтому Путин пытается бороться с санкциями, но не думает, что он чего-то добьется. Санкции болезненные. Некоторые больше, некоторые меньше. Мы считаем, что довольно серьезно по России бьют банковские санкции вторичные, потому что мы видим, что все-таки проблема не исчезает. Обратите внимание, что можно говорить, что мы там преувеличиваем значимые санкции, но обратите внимание только, что правительство России, российское правительство, снизило норму обязательного возврата выручки валютной в Россию. Они начинали с 80%, если помните, в 2022 году. Сейчас они опустили до 25%. Они такие добрые? Да нет. Просто экспортирующие компании за банковские санкции не могут валюту вернуть в Россию. Санкции работают. Не все одинаково. Но они работают не потому, что они не могут работать, а потому, что Запад сам не знает, что делать с санкциями. У Запада нет позиций, у Запада нет стратегии. И он не знает, что делать с санкциями. Можно очень легко ужесточить санкции против российской нефтянки. Это делается элементарно. Для этого есть уже даже предложенный механизм, не мной предложенный, а между прочим, Европейской комиссии. Это закрыть проходы российским танкерам, то есть танкерам, оттуда, чем российская нефтянка, через Датские проливы. Под предлогом их опасности экологичной. Это абсолютно реальная история. Но этого не делается. Потому, что Запад не знает, что делать с Россией. У него нет стратегии, и поэтому санкции работают слабо. Мне кажется, что Запад очень хорошо знает, что делать. Именно поэтому лидер западного сообщества Соединённые Штаты предпринимают серьёзные усилия для ослабления санкций. Я хочу вам напомнить, что вторичные санкции, самые действующие санкции, введённые Дональдом Трампом, были отменены Джо Байденом на второй день после инаугурации. И Путин в течение очень короткого срока просто достроил этот Северный поток-2. Они были очень эффективны, эти вторичные санкции, которые касались западных компаний. Нет, нет, Константин Анатольевич, я говорю в данном случае о банковских санкциях. Они работают, посмотрите, как тяжело ведут себя и китайские, и турецкие компании. Турецкий экспорт обвалился примерно на треть. Китайские компании очень трудно проводят все платежи. Возникает безумное количество посредников, которые нужно, чтобы хоть каким-то образом провести платежи. Сейчас, если вы представляете, что для того, чтобы провести оплату за китайский товар, российские компании покупают золото, продают его, соответственно, в Сингапуре. На Сингапуре покупают, значит, соответственно, чистые юани, переводят их из Сингапура в китайские банки, нанимают курьеров, которые везут платежные документации, потому что иначе сделать нельзя. Ну, не идеальные санкции. Запад не может понять, что делать с Россией. Я могу понять ваш скепсис, но, в общем, картина такова, что Запад не знает. То ли он хочет разрушить Россию, то ли слегка ослабить. Пока этого ясности нету, пока какой-то стратегии нету, то санкции, конечно, не работают так, как могли бы. Тут вот это правда. Игорь Владимирович, я с вами не согласен. По-моему, все так ясно. Демократическая администрация в Соединенных Штатах, лидер западного сообщества, говорит о том, что это опасно наносить серьезный ущерб Путину, потому что это может привести к началу процесса дезинтеграции в условиях наличия ядерного оружия, в условиях наличия конвенционального оружия. То есть это сложный переходной процесс. Я думаю, мы с вами, в общем, об этом Трамп говорит, мы с вами буквально через пару недель узнаем, что есть возможность такого силового воздействия на Путина, который его остановит и сделает санкции эффективными. Кстати говоря, как по вашему мнению, каков вес, значение экономических санкций в процессе выживания России? Вот сегодня я бы сказал, что эффективность экономических санкций, ну, очень низкая, именно вот в аспекте выживания России. Как на ваш вкус? Снимайте под выживанием России. Сохранение режима? Сохранение режима санкциями не изменить, и это понятно никаким образом. Можно обсуждать вопрос сохранения выживания России как единого государства, и то это проблематично. Но можно обсуждать вопрос выживания России как страны, способной делать что-то серьезное, способной развиваться, способной создавать какую-то продукцию, с которой она может быть как-то востребована в 21 веке. Вот это выживание, оно мало реально, а выживание страны России, да, оно возможно. И режим может выжить. Я совершенно не думаю, что после даже, скажем, физической смерти Путина будет какая-то принципиальная трансформация режима в России. Да не будет этого, придут примерно такие же люди второго пошиба, как они всегда приходили после смены очередного диктатора. То есть в этом смысле страна выживет, и никуда она не денется, но она будет деградировать. Вот это выживание – это одно, а деградация – это другое. Вот Россия сейчас идет по очень тяжелой дороге деградации. Она теряет компетенции, она теряет квалификации, она теряет людей. И вот это происходит, и это будет происходить. И это не только связано с санкцией, это связано просто именно с войной. С трансформацией жизни в России, с идеологическим ужесточением режима жизни в России. И люди из России уходят, люди из России утекают, восстановления ушедшего человеческого капитала не происходит. Поэтому страна формально, да, она сохранится. Но она будет все более нищей, все более слабой, все менее способной к созданию каких-то новых решений, к развитию экономического. Она будет такой зоной, ну как вам сказать, застойной бедности. Но она будет существовать, я думаю, что так и будет. Ну, мы с вами не можем не учитывать фактор достаточно автономных регионов, региональных элит, которые, ну вот мы, пример фургалам, например, если вы помните, это было восстание, не фургала, конечно, это было восстание региональных элит, которые пытались сохранить вот эту самостность, так сказать, независимость, самостоятельность, боролись на самом деле за собственный бюджет. Вот. В этом смысле деградация режима переносит центр тяжести принятия решений на регионы. А это, ну, из самых общих теоретических соображений, это вот, ну, тот процесс дезинтеграции, который... Вот тут вы впадаете в иллюзию, Константин Натанович. Давайте, аспортите. Давайте, тут вы пребываете в иллюзию. Значит, это было, и это началось, если вы помните, еще при Ельцине. Хорошо, вы должны помнить, как политик действующий тогда, все эти Уральские республики, и Росселя, все это было тогда довольно сильно, и Ельцин был настолько слаб и настолько глуп, что кричал, берите независимость, сколько сможете, если вы помните эти его безумные слова. Но это все ушло, и, на самом деле, вот эта вся модель региональных элит, о которой вы мне рассказывали, она сейчас уничтожена, растерта в пыль и прах. Вот уж в чем вертикаль была построена, так в этом. И элиты в основном бились не за бюджеты, они бились за то, чтобы контролировать хозяйственный комплекс на своей территории и деньги грести себе в карман. Потому что они боялись, что федералы отнимут предприятия и источники дохода на территории. За последние годы это так и произошло, после отмены выборности губернаторов. Все губернаторы назначаются из Кремля, силовики назначаются из Кремля. Региональная элита растерта в порошок и никакой силы в России не образует. От них вот никакой реставрации как бы в региональных конструктивных организациях не будет. Они могут проявиться только в одном случае, если центральный режим, ну, очень сильно ослабеет, очень слабо будет с помогательными деньгами. В эту сторону, кстати, Россия идет. Обратите внимание, в бюджете на 25-й год сокращается опять межбюджетный трансфер из федерального бюджета в региональный. Поэтому бюджеты регионов бросаются на произвол судьбы. И здесь возникает очень такая опасная зона. Не потому что они какие-то региональные патриоты, или они там спаяны местом рождения, местом проживания, дружбы. Это все было в 90-х, в нулевых. Все это ушло. Все это не так. Но они спаяны тем, что они сидят на определенной территории. Они находятся вблизи от местного населения, который может их повесить. Вот это реальная история. А для того, чтобы оно их не повесило, им нужны деньги в бюджете. А бюджетам деньги не дают. И картина сейчас становится нехорошей. Почему? Потому что, обратите внимание, что то явление, которое в России есть, и вы должны его как политик помнить, бюджетный федерализм, он приобретает очень нехороший оттенок. Посмотрите, вот сейчас они провели налоговую реформу, и практически все прибавки по налоговой базе идут в федеральный бюджет. Вот, скажем, они ввели прогрессивное налогообложение, это же один из основных источников региональных бюджетов от ДФЛ. Вот все, что касается прогрессии, идет в федеральный бюджет. В региональный ничего с этих процентов дополнительных не получает. Они повысили налог на прибыль, ставку с 20-25. Все, в федеральный бюджет региона не идет ничего. То есть, у регионов сейчас ситуация будет все хуже и хуже. Они будут, конечно, поначалу просить деньги у федерального бюджета, бегать в Минфин за трансфертами. И пока у Минфина будут деньги, он, может быть, им будет чего-то подбрасывать. Но не очень сможет подбрасывать. А регионы в плохом состоянии. Обратите внимание, об этом никто не любит говорить. Но у регионов невеселая ситуация. Посмотрите, только что Минфин, значит, сделал хорошую мины при плохой игре, и списал две трети кредитов федерального бюджета регионам. Ну, потому что регионы не могут эти деньги вернуть. Именно эти, как советским колхозам взяли и списали. А что остается делать? Никогда эти деньги не вернутся. То есть, регионы в плохом состоянии, даже те регионы, которые были когда-то богатыми, типа Западной Сибири, вот они сейчас уже с плохими бюджетами, потому что, ну, что называется, денег нету. И они, конечно, будут в беде. А они близко к населению. И по мере того, как будут нарастать кризисные явления на земле, вот в этой жизни обычного селения, и люди начнут требовать, чтобы им решили проблему, вот этот первый уровень начнет качать страну очень сильно. Но только когда это начнет происходить из-за неостатка денег в федеральном бюджете. Смотрите, какие у вас были ситуации по Орску, вот это наводнение, которое у вас было. Там народ готов был мэра повесить, линчевать, там такие призывы раздавались. У вас сейчас произошла такая же ситуация, если знаете, есть такой город в Северодвинск. Может быть, знаете такой военный город. Я отоплывал. О, знаете, веселые такие душевные места. Вот, теплые очень такие. Ну, так все, там с отоплением все рухнуло. Ну, сняли мэра, чтобы его не повесили. Знаете, бреки люди решительные. А когда вот ребенок сидит на отопленном доме в Северодвинске, то повесить мэра зато, знаете, легко и без проблем. Срочно сняли мэра, куда-то убрали, чтобы его не повесили. То есть, такие истории будут возникать. Но за ними должен стоять сначала крах федерального бюджета. Вот когда у него кончатся деньги, то регионы начнут кричать, что давайте отсоединимся от Москвы. То, что Москва нам не помогает, а только отнимает. Вот тогда могут быть разные истории. Но не потому, что они региональные, они вместе спаянные. Они все разные, их собрали по указанию Кремля. А вот когда у них кончатся деньги, а за дверями будут стоять злые люди из холодных домов, вот тогда может произойти что-то очень нехорошее в России. Игорь Владимирович, я чуть-чуть старше вас. И я наблюдал этот процесс в Советском Союзе с 1987 по 1991 год. Если вы помните, те же самые разговоры о хозрасчете, там стран Балтии, там Центрально-Азиатские республики говорили о экономической самостоятельности, там Украина и так далее. Но этот процесс уже был. И для этого не понадобилась деградация существенная федерального бюджета Совета. Да ладно, Константин Натанович, вы ничего уже не помните. Как раз так и произошло. Почему распался Советский Союз? Именно по этой причине. У вас могут быть очень разные иллюзии, но произошло это именно потому, что федеральный бюджет при Горбачёве оказался пустым. Потому что упала цена нефти. Вспоминайте, упала цена нефти. А тут ещё Горбачёв запустил антиалкогольную кампанию. Вспоминайте, вы всё это должны хорошо помнить. И бюджет оказался пустым. Тогда Горбачёв стал брать кредиты. Опять вспоминайте. Набрал 120 миллиардов кредитов, чтобы покупать продукты и затыкать дыры на рынке. И у него не было денег для республик. И в этот момент республики вспомнили, что хорошо бы отделиться и попытаться жить на особицу. Мир определяется экономическими аспектами. Если у тебя сытно кормит центральная власть, государь-император подбрасывает деньги, то ты можешь многое вытерпеть. Но если у тебя ещё есть неприятное ощущение, что у тебя отбирают и тебе ничего не дают, то ты начинаешь вспоминать, что ты вообще-то живёшь в Сибири. И ты не русский, а ты сибиряк. Знаете эту тему? Вспоминайте. Так что в этом смысле вот всё определяется деньгами. Как раз беда Горбачёва, у него кончились деньги. И все республики поняли, что они не смогут жить, так как они жили прежде, когда из советского бюджета щедро деньги лились по всей стране. Деньги кончились у Горбачёва. Вот и причина распада Советского Союза. Ну, они кончились чуть-чуть раньше, на самом деле. Начали заканчиваться ещё. Они куда-то начали качаться, в общем, при Черненко. Посмотрите, график цен на нефть. Вот при Брежневе ещё туда-сюда, а вот Черненко, всё, они пошли цены вниз. И при Горбачёве они шли вниз, и при Ельце они шли вниз. И все проблемы были России из-за того, что денег не было. Россия, бензоколонка, маскирующаяся под государством, как только падает цена нефти, начинается качание России. Давайте, кстати говоря, поговорим об этом. Цена на нефть. Значит, сегодня различными способами за разные сырьевые ресурсы Путин получает, Россия получает около 1 триллиона долларов в год. Напрямую, не напрямую, так сказать, на счета внешних организаций, бюджет. Вот где-то ограниться. Что-то сомнительная цифра. Триллион, откуда она у вас? Таких вот цифр экспорта российского не существует. 340 миллиардов, что-то примерно такая цифра. Что-то вы слишком много называете, Константин Анатольевич. Перепроверьте цифры. Знаете, я называю ту часть, невидимую почему-то для наших экономистов, которая касается инвестиций. Очень крупных инвестиций. Ну вот типа там Ганвара, компания. Значит, это деньги, которые приходят на счета олигархов, вот этих путинских, окружения Путина. И это тоже очень существенная часть дохода, которые расходуются на те же цели Путина. Почему-то очень многие наблюдатели бюджетов, они просто не учитывают этот фактор, но он очень существенный. Так вот, вопрос всё-таки в другом. В той части, которую вы называете там полтриллионом или 400 миллиардов, где граница, когда цена на нефть будет позволять, не будет позволять режиму выживать? Ну, смотрите, значит, здесь можно идти каким путём. Ну, значит, сейчас, вот смотрите, бюджет на будущий год свёрстан, исходя из расчёта, что цена нефти будет примерно 69 долларов за баррель. Российской нефти, да? Значит, тогда они как-то вроде пытаются надеяться бюджет свести, а при курсе, по-моему, 96 рублей за доллар. Значит, дальше мы можем посмотреть, а как будет выживать Россия при более низкой цене нефти. И картина начинает вырисовываться примерно так. Значит, надо смотреть издержки добычи нефти. Эта статистика существует, она существует международная, существует российская. Российская статистика говорит, что издержки добычи нефти в России сейчас где-то, ну, порядка 25-26 долларов за баррель. Это даже для нефти стоимостью, там, 5 долларов за баррель. Ну, видимо, это средняя цифра, да. Давайте объясняю. Это подсуществующие месторождения. Вот те, которые разрабатываются в России, 25-26. Это официальная статистика, можно найти. В общем, она существует. Но есть проблема, которая состоит в том, что вот эти 25-6, это, значит, старые месторождения. То есть, те, которые, что называется, когда-то были разведаны, когда-то введены в эксплуатацию, вот их сейчас и Россия использует, значит, выжимает остатки последних этих месторождений. Но они кончаются, и нужно вводить новые. А вот по новым месторождениям картина совсем другая. Есть оценка, сколько стоит добыча нефти на новых месторождениях России. И это примерно 54-55 долларов за баррель. Тяжелая нефть. Она, ну, не тяжелая нефть. Нет такого слова. Тяжелая нефть – это по содержанию вещества. Она трудноизвлекаемая нефть называется. ТРИС. Трудноизвлекаемые запасы. Но, значит, вот мой, один из моих знакомых, он ввел понятие ТРУПИС. Трудноизвлекаемые, плохо продаваемые запасы. Ну, что такое? Шутками, то есть, они могут быть добыты геологически, технологически, но они такие дорогие, получается, что их продать невозможно. Поэтому вот, причем обратите внимание, картина же такая, что, вот я вам назвал, это затраты по извлечению нефти. Но Россия сейчас за свой счет ввозит нефть и за свой счет страхует нефть. Так что, кроме этого, надо еще добавлять затрат на транспортировку и затрат на страховку. И это значит, что если цена нефти опустится, ну, насколько я понимаю, на российскую нефть где-то ближе к 60, то многие нефтяные предприятия России станут убыточными. И они перестанут платить деньги в бюджет. А что такое перестанут платить деньги в бюджет? Какую долю бюджета формирует нефтяная промышленность России? Очень же интересная тема. Я со мной, народ в интернете постоянно ругается, говорит, вы завышаете эту долю, посмотрите, всего там 25%, мы давно оторвались от бензоколонки. Все это чепуха, есть расчеты, которые говорят, что российский бюджет на 60-65% формируется с нефти, от нефтяной промышленности. Это не только доходы от экспорта. Это акцизы по бензину, где в цене бензина 69% сегодня налоги государства. Это зарплата нефтяников, с которой берется налог на это. Это налог на прибыль нефтяников. Это много чего. Это на самом деле огромная доля. Если вот эта цена падает, то нефтяная промышленность останавливается. И российский бюджет ложится на бок, потому что у него других источников нет. Посмотрите, что он может продавать. Что Россия может продавать, кроме нефти? Газ, как вы понимаете, картина невеселая. По черной металлургии санкции существуют. Значит, по титану начинаются санкции. По урану санкции обсуждаются. По золоту санкции есть. По алмазу есть. Ну, по пшенице. Но пшеница – это очень маленький источник дохода. Поэтому, в общем, считаем, что где-то граница устойчивости российской экономики, во всех случаях бюджета, она где-то около 60 долларов за баррель. После этого границы, если цена опускается за юрлс ниже 60, возможны большие проблемы. А эти проблемы будут превращаться во что? Опять же, вспоминайте 90-е годы. Что тогда происходило? Задержки выплаты пенсии, задержки выплаты заработной платы и так далее, и так далее. Кстати, события такие происходят в России уже сегодня. Вот сегодня только что комментировал, в угольной промышленности начали задержки выплаты заработной платы, она уже вся отрасль убыточная. Ну, откуда деньги брать? Пока Россия может продавать нефть прибыли, она будет держаться. Как только цена упадет, все может быть. И опять же, США могли бы легко уронить цену на нефть. Но не делают этого. Ну, мы говорим о нынешнем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене, но опять же, через пару недель, по всей видимости, будет другой президент Соединенных Штатов, который уже заявил о том, что именно это он собирается сделать. Кстати, Натан, через две недели будут ли США? Что-что? Будут ли США через две недели? Что вы имеете в виду? Да я имею в виду, я же смотрю распределение голосов выборщиков. Вам, конечно, из США это виднее, но я же вижу это распределение, я тоже на него посмотрю. Там же поровну. Там же поровну между двумя кандидатами. Чем это кончится? Сегодня я читаю, как обсуждается вопрос, что можно Трампа выбрать помимо выборов через палату представителей. И это означает, что страна окажется в ситуации оттречившего политического кризиса. Чем это кончится? И уцелеет ли США? Я даже не знаю. Так что мы находимся с вами в такой неопределенной ситуации, что я, например, сегодня не могу сказать, кто рухнет быстрее. Россия или Соединенные Штаты? Я понимаю, что я порчу вам настроение. Нет, 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 нет. Я очень реалистично. Выживание США – вопрос тоже не менее интересный, чем выживание России. И в отличие, наверное, от вас, всё-таки я не очень верю в такое явление, которое здесь началось довольно давно, 8 лет назад. Мощная пропагандистская кампания социалистов по существу, которые говорят о том, что общество разбито пополам, хотя такое впечатление, что всё-таки не пополам. Всё-таки доминируют вот эти консервативные, традиционалистские настроения в Соединённых Штатах. И демократической партии, социалистической партии всё-таки не удалось сместить центр, так сказать, идеологический, ну вот туда, в сторону левого, в социализм. Не знаю, могу это сказать. Но я понимаю, что ситуация сегодня в мире такова, что какая страна уцелеет и какая первая будет решать проблему выживания, мы с вами не знаем. У нас сегодня качаются с вами Соединённые Штаты, у нас с вами качается Великобритания, у нас с вами совершенно непонятная ситуация в Германии, у нас с вами непонятная политическая ситуация во Франции, у нас качается режим в Японии, меняется премьер, вы это наблюдаете не хуже меня. Поэтому какая страна первой рухнет, я не могу сказать. Я понимаю, что мы вошли с вами в период крайней политической турбулентности, это может очень сильно разрушить мировую экономику, и мы не успеем оглянуться, как улетим в Великую Депрессию по политическим причинам. Вы знаете, я наблюдаю этот процесс чуть-чуть в другом аспекте. Всё-таки вот то, что произошло сто лет назад, очень сильно сместило мир влево. И подавилось сто лет, чтобы понять, что концепция большевиков, левая концепция, это не концепция выживания, это концепция некоторого нового устройства мира, в общем авторитарного. И сегодня основные государства, которые некоторое время назад называли себя социалистическими, но это в чистом виде авторитарные режимы, и происходит движение вправо, возвращение в ту систему традиционалистскую, систему ценностей, в которой мир в большей степени способен на выживание. Но это такой совсем общий взгляд, понимаете? И то, что мы видим в Европе, это возвращение правых политиков. Нет, я не разделяю. Сегодняшние правые политики и левые политики, это опять же термины, которые очень условны. Вы оперируете, опять же, под понятиями лево-правых политиков 20 века. Традиционалисты и реформаторы, так более, либералы. У вас может быть сегодня традиционалистская партия в Европе, которая будет рассказывать, как они борются за благосостояние трудящихся, и будут использовать левые лозунги. Все размылось, к сожалению, размылось, и четко классифицировать кто левый, кто правый уже крайне сложно. С этой точки зрения у вас Трамп левый, он борется за трудовой народ, левак просто чистой воды, а с другой стороны традиционалист, который чего-то другое защищает. Мы попали в мир, где эти понятия перестали иметь смысл. Левые, правые, это не имеет значения. Мы вот что имеем? Демократические режимы и авторитарные режимы. И сейчас мы видим, что авторитарный режим побеждает. Это правда. Вы знаете, Игорь Владимирович, все-таки вы как-то недооцениваете оцениваете факторы пропагандистской кампании. Говорите сегодня. То, что вы говорите, это действительно воздействие пропагандистских установок. Говорить, что нет никакой разницы между концепцией снижения налогов, развития бизнеса и концепцией, которая реализуется демократической администрацией, в результате которой наступает 10-процентная, совершенно нетипичная для США инфляция, говорить, что это одно и то же. Но это все равно, чтобы повторять там то, что сегодня говорит Кэмэлла Харрис, что, так сказать, Трамп защищает интересы богатеньких, а мы защищаем интересы бедненьких. Ну, вам, как автору замечательных учебников для седьмых-десятых классов, должно быть понятно, что слишком упрощенный взгляд на экономику он... То, что политик говорит до избрания и то, что он делает после, это две очень большие разницы. И мы это наблюдаем хорошо. И мы знаем, что Байден, придя к власти, долго критиковал политику Трампа, а потом многие из его шагов сохранил, поддержал и реализовал. И поэтому вот эта идея, что есть левые, которые защищают интересы трудового народа, и есть правые, которые защищают интересы капиталистов, вот эта градация XX века, вот она мне и смешна. Сейчас какие-то другие истории, и политика стала другой. И она не имеет уже такого прямого отношения к бизнесу и к защите тех или иных классов. Все совершенно по-другому. Сейчас политика, это только борьба за власть. А кто стоит за этой властью? Какие группировки? Бизнес изменился, капитализм изменился. Вы разговариваете со мной про старый капитализм. А это другой капитализм. Посмотрите, я недавно читал лекцию в Академии наук Литвы, как раз мы обсуждали, что капитализм изменился. А раз изменился капитализм, то изменилась политическая система. И все эти старые градации, левые, правые, левые за трудовой народ и бьют капиталистов, а капиталисты грабят трудящихся для увеличения своей доходности, все это уже не совсем так. Все это значительно сложнее. Но что мы понимаем? Что растет желание, как вам сказать, построить авторитарные режимы, нарастить влияние государства в экономике, и все это делают. И политики, и левые, как вы говорите, и правые, они увеличивают роль государства. Государство диктует волю бизнесу, бизнес послушно это выполняет. Вот это огромная беда. Вот то, что было в 19-20 веке, когда бизнес выбирал себе политиков, которые могли реализовывать его интересы, это хоть было понятно как. Сейчас этого нет. И поэтому у вас опять же непонятно, кто стоит за Трампом, кто стоит за Байденом. У вас на глазах Маск взял и переметнулся от одного к другому. Это же произошло на ваших глазах, не на моих. Ну, во-первых, не переметнулся, потом, ну, Игорь Владимирович, ну, поверьте, вот мне, внешнего наблюдателя, так это ясно и видно, что вот эта ваша формула все неоднозначно, это элемент пропагандистской кампании, путинской, потому что именно Путин, так сказать, его пропаганда утверждает, что все это одно и то же. Левые, так сказать, в Соединенных Штатах и правые, или традиционалисты, или в России, в Соединенных Штатах, и там и там есть коррупция, и там и там есть преследование инакомыслия, понимаете? Ну, это настолько упрощенный взгляд, что это просто является, ну, продолжением пропагандистской кампании. Ну, мне казалось, что вы очень глубокий человек, и вы должны чувствовать вот эту, эти тонкости, понимаете, вот там, где продвигаются установки пропагандистской кампании. В 20-м веке человечество сходило налево. Это был мощный поворот, и была огромная увлеченность левыми теориями, да, она была, причем не только в Советском Союзе, она охватила Европу, мы помним, как и в США, это все развивалось. Сейчас этого нету, но игры с политическими системами и заигрывания как бы с избирателями, всякого рода социальной программы, они присущи абсолютно сейчас всем политикам. И сказать, какое правительство социалистическое, какое капиталистическое, уже довольно сложно. Еще раз, дело не в том, что все неоднозначно, а мир изменился, и система изменилась, и другие государства, динамика другая, все по-другому строено. Вы попали в мир, где многое определяется теперь исключительно системой управления сознанием людьми. И это совсем не та история. Вы попали в мир, где исчезли профсоюзы. Константин Натанович, проснитесь, где профсоюзы как огромная политическая сила, распыленные, они не образуют силу. Игорь Владимирович, дорогой, проснитесь, мы присутствуем при мощнейшей пропагандистской кампании, сегодняшней, левой, в которой Трамп называется шпионом Путина, в которой демократическая партия борется за мир во всем мире, в которой в пропагандистской кампании вводится мировая цензура, в средствах массовой информации. Может быть, вас это не касается, а меня это касается каждый день, когда мои ролики блокируются в Фейсбуке, в Ютьюбе. Это репрессии, то есть, вот это явление, связанное с социализмом, пропаганда, цензура и репрессии в полной мере в Соединенных Штатах присутствует, в Европе. Как можно этого не замечать? Я этого не понимаю. Пытаюсь это объяснить. Услышьте меня, что у нас исчезла градация между социалистами, коммунистами и консерваторами, которые отстаивали капиталистический интерес. У вас исчезла, Игорь Владимирович, у вас исчезла, у меня не исчезла. Я это хорошо понимаю, что снижение налогов или отказ от репрессии, разрешение, так сказать, людям иметь собственное мнение, это и есть свобода. А контроль или там то, что происходит в Фейсбуке, значит, экспертная группа, которая решает, это фейк-ньюс или нет. Даже если вы просто высказываете свое мнение. Это цензура. Цензура вводилась как левыми в Советском Союзе, ну, вспоминаете, так и правыми фашистскими режимами. Какая разница? Вы мне пытаетесь цензуру объяснить как критерий классификации режима. Правые, это не фашистский режим. Правые, это те, кто борется за свободу. Игорь Владимирович, это те, кто отменяет цензуру. Еще раз, услышите историю. На самом деле, вы оперируете категориями 20 века, левые, правые и так далее. Правые, это те, кто вроде отстаивает как бы интересы либеральные и так далее. Я не настаиваю на терминах. Я готов принять термины свобода и не свобода. Хорошо, не правые и левые, а свобода или нет свобода. Ну, это можно обсуждать. Опять же, непонятно, кто будет биться за свободу и кто будет биться против свободы, когда мы видим, что режимы начинают в США гасить всякого рода интернет-компаний, чтобы они слишком не были сильными и то практически вводится цензура в интернете в рамках капиталистического государства. И то же самое мы наблюдаем у Путина. Какое капиталистическое государство? Вы что? 10% инфляции, закрываются бизнесы, повышаются налоги. Там открыто во время избирательной кампании Камал Харрис говорит о том, что она будет повышать налоги на корпорации. О чем мне рассказываете? Вы мне рассказываете о явлениях, которые совершенно нормальны для капиталистического общества. Определяется вопрос только тем, кто является собственником активов? Это определяется капитализмом. В США пока не произошла национализация экономики? Нет. Компании остаются частными? Да. Работают частные банки? Да. Работает система частного найма? Это капиталистическая экономика. А то, что в ней могут быть разные варианты политики, это может быть вам не нравится, но это все капитализм. Вы меня обвиняете в упрощенных терминах, а сами говорите о капитализме. Капитализм и в России существует при полном отсутствии свободы. Капитализм существует во многих авторитарных режимах при полном отсутствии свободы. Наконец вы начали понимать, о чем я вам говорю. Что вы попали в другой мир и 21 век это совсем другой мир, чем 20. Это гибридные системы и с ними очень теперь трудно разбираться. И с ними старые критерии не работают, и старые механизмы экономические не работают, и у вас капитализм, или коммунистический Китай стал крупнейшей капиталистической державой мира с огромными частными компаниями, оставаясь при этом под властью коммунистической партии. Я пытаюсь вам объяснить, что мир стал устроен по-другому, а вы пытаетесь мне рассказывать про какие-то старые концепции. Ну проснитесь. Игорь Владимирович, есть концепции, которые не меняются. Это вопросы свободы, это вопросы там, не знаю, мировственной порядочности, это вопросы там, людоедства. Мир не меняется в категориях вот этих базовой системы ценностей. Снижение налогов или развитие бизнеса, это настоящий, так сказать, в ваших определениях капитализм. А капитализм, который строит Джо Байден, Камала Харрис, Китай, Путин, это не капитализм, понимаете, это имитация капитализма, это мимикрия, которая позволяет выживать авторитарным режимом или близким к авторитарным в условиях, скажем, введения, частичного введения рыночных механизмов. Смотрите, Константин Анатольевич, вы только что сделали опять кульбит и пришли к той же самой концепции, которая вам объясняла, что вы пришли к авторитарному миру. Он может быть в рамках какой-то национальной экономики с государственной собственностью, он может быть в рамках капиталистической, но градация идет совершенно по другим критериям, не левые, правые, не об этом речь сейчас. Речь идет о том, что есть авторитарные режимы, демократические режимы. Мера градации различается, одни более демократические, другие более авторитарные, но вот это другой мир, в котором мы живем. А левые, правые, это все уже очень размыто. Это все размыто, это все совсем другое. Все неоднозначно приняли мы с вами. Константин Анатольевич, нет ничего глупее, чем считать, что ты знаешь какие-то старые концепции, и ты можешь опять применить к новому миру, хотя мир совершенно изменился. Мир изменился. У вас компонистический Китай построил мощнейшую экономику и стал крупнейшей по ВВП державой мира. Вам это не нравится? Да, мне тоже не нравится, но это коммунистический режим, в котором существуют огромные компании и никакой свободы. Ну, а выяснилось, что это никак не мешает развитию экономики. Она стала огромной, мощной и конкурирует с американской, пытается перехватить лидерующий по ВВП. Можно говорить о Китае, Игорь Владимирович, но там страшнейшее напряжение существует. Значит, очевидно, что вот этот COVID, вот это явление, это было следствием именно напряжения, когда руководство Китая боялось, что из значит, островного Китая, Гонконга, это все перенесется на континентальный Китай. вот, все сложно у них, там, сегодня, там, огромная безработица, вдруг понизились цены на недвижимость, что разрушает совершенно экономику. Они, это всегда происходило и всегда происходит, и тем не менее, базовые принципы, дорогой Игорь Владимирович, они не меняются, понимаете, либо есть свобода, либо нет, конечно, есть градации, так сказать, вот, но если мы сравниваем явления близкие, там, демократическую администрацию и республиканскую, то, упрощенно говоря, это отсутствие свободы или присутствие свободы, и это категория неизменяемая со временем. Это не очень интересует, я ощущаю, я все-таки экономист, я понимаю другое, что мы сейчас наблюдаем мир, где судьбу стран определяют не экономисты, не бизнесмены даже, а чиновники. Мы вступили в полосу этатизма, и мир определяет госчиновники, и это будет очень нехорошая полоса жизни для общества. И это происходит и в России, это происходит и в США, где чиновничий аппарат тоже диктует свою волю, это происходит в Европе. Вот о чем надо говорить, что мы попали в мир, где чиновник сегодня определяет судьбу нации, не даже бизнесмен, не крупный капитал, а чиновник. Он сегодня сильнее всех, и он диктует свою волю, что в Китае, что в США, что в Европейском Союзе. Вот что произошло. Вот об этом надо говорить. Как это... Ну это просто основная тема сегодняшняя в Соединенные Штаты, которая называется Deep State. Чиновник, который диктует свою волю государству, это отклонение от нормы, это извращение. Чиновник, который принимает политическое решение, значит, это отклонение от нормы. От этого пытаются избавиться значительная часть политической элиты в Соединенных Штатах. Пока не видно. Пока не видно. Пока не видно, чтобы бизнес мог это поменять. Я понимаю, что это по отношению к 20-м и 19-м век выглядит дико. И это беда. На самом деле, мы экономисты считаем, что это беда. Но мы не видим, что бизнес сегодня способен с этим справиться. А больше никого не осталось. Еще раз, я возвращаюсь, что вы, когда со мной разговариваете про левых-правых, то обратите внимание, что изменилась структура общества. Она изменилась, и она не такая, как в 20-м веке. В 20-м веке было понятно, есть крупный класс владельцев собственности, капиталистов, есть огромный пролетариат, собранные профсоюзы и социалистические партии, и они между собой дерутся. И это определяет судьбу наций. Сегодня этого нет. Это тоже очень упрощенный марксистский взгляд, Игорь Владимирович. Как вы можете, человек, который занимается прикладной экономикой, но такими упрощенными категориями оперировать? Упрощенными категориями, я как экономист знаю, что экономика это сфера конфликтов между группами интересов. Попробуйте это понять. Значит, экономика это сфера конфликтов между группами интересов. И все, что происходит в экономике, это борьба групп интересов за то, кто контролирует государство, какие правила устанавливает, кто какую долю пирога общества получает. И это определенная модель отношений. Группы конфликтуют между собой. Вам это может не нравиться, но экономисты это прекрасно понимают. И когда у нас была понятная модель профсоюзного движения, то мы помним, что американские профсоюзы были огромной политической силой и диктовали очень сильно волю. Сейчас американские профсоюзы рассыпались, их совершенно не видно. Европейские профсоюзы рассыпались, в России профсоюзов нету, люди разобщены, возникают надумные работники, вообще лишенные какой-либо защиты социальной, прикряд, они вообще не могут защищать свои интересы. И вот это реальная структура общества. Поэтому у нас возникает общество, в котором самой концентрированной силой являются даже не капиталисты, владельцы собственных, не пролетариат сконцентрированы на коробных предприятиях, а чиновники, вот эта корпорация, которая сегодня является самой сильной во всем мире. И она определяет судьбу мира. Нравится вам это, не нравится, но это именно так. Это то, что называется левая концепция. Это глобалисты, это дип-стейт, у нее очень много названий у этой концепции. Но это власть чиновников, так сказать, которая усиливается и превращает государство в авторитарное, все правильно, или левое. Это все условное определение. Именно это я и начал вам объяснять, что мы живем в мире, где авторитарные режимы становятся основной формой жизни общества. Я это вам начал объяснять, вы с этим почему-то не согласились. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Наконец-то я начинаю что-то понимать благодаря вам. Ну, не знаю уж насколько вы понимаете, но картина выглядит именно так. Вы очень упрощаете, Игорь Владимирович, вы очень упрощаете это марксистские позиции. Вот такое, значит, у меня основные претензии к Марксу. Значит, при том, что мне интересно все это было, и как вы, как и вы, наверное, я все это читал, сдавал, там, так сказать, учил наизусть, вот, но это упрощенный взгляд, сильно упрощенный взгляд на... Константин Анатольевич, идеи Маркса возродились, объясню почему, не как экономиста, как экономист Маркс никого не интересует, но понимание того, что экономика, в том числе политическая экономия, возродилась, и как раз идея Маркса о том, что экономика это столкновение групп интересов, оно сейчас преподается, и в ваших Соединенных Штатах преподается. Еще как, я знаю, все университеты левые, а профессора против Трампа, и все за левую... Поняли, что на самом деле никуда от этого не деться, есть группа интересов, они между собой конфликтуют, и эти конфликты определяют судьбу наций. Игорь Владимирович, дорогой, вот это ваши поняли, я хочу продемонстрировать примером антисемитских протестов в университетах, когда против Израиля в поддержку террористов выступают студенты и профессуры, и когда там президент университета говорит, не все однозначно, имея в виду, что позиция антисемитская может быть нормальной. Вот, из этого не следует, так сказать, что левые идеи стали доминировать, из этого следует, что вот эта инфекция левая, упрощенно говоря, марксистская политика опять вы неправильно понимаете, почему так себя ведет ректор университета, почему он так выступает, потому что он не хочет ссориться с государственным аппаратом, государственный аппарат продвигает концепцию политической толерантности, и в этой концепции все равны, и все имеют права, и поэтому ректор и профессор не хотят с этим ссориться, потому что это чревато потери грантов, потери всякого рода поддержки, всякого рода бедой, и отсюда проистекает вот эта политика, они не имеют отношение к левачеству, они имеют отношение к тому, о чем я вам сказал, что государственные чиновники стали доминирующей силой общества, мы попали в общество госчиновников, и они определяют всю экономическую, политическую и социальную жизнь общества. Это очень черная полоса жизни общества. Кто ее сломает, не знаю, пролетариат ее сломать не может, бизнес тоже не может. Объясните и объясню почему. Посмотрите, бизнес изменился. Бизнес 19-20 века это бизнес собственников. Были крупные бизнесмены, которые имели какие-то интересы, они договаривались между собой, они выбирали президентов, тихую, вы это знаете не хуже меня, они выбирали министров, они назначали председателей ФРС и так далее. Сегодня этого не произошло, бизнес распылил капитал, стал распыленным акционерным капиталом, никто крупные корпорации не контролирует, там нет ярко выраженных интересов, и бизнес оказался политически нейтральным, он никак не влияет, и чиновник оказался устойчиво сильнее любого бизнеса, а уж тем более сильнее любого пролетариата. И все ваши попытки увидеть какие-то левые идеи, они бессмысленны, потому что не это определяет. Произошла некая модель формирования авторитарных государств, где чиновники сохраняют свою власть, потому что они это хотят. Это дает им контроль над обществом, это дает им контроль за доходами, это дает им ощущение своей ценности обществу, и они доминируют во всем мире. Это происходит точно так же в США, это происходит точно так же в Китае, потому что чиновники доминируют над всеми. Американские чиновники гнобят американских бизнесменов, китайские гнобят Джека Мак. Какая разница? Никакой. Если вы меня не будете перебивать, Игорь Владимирович, я вам расскажу разницу. В Соединенных Штатах и вообще в западном сообществе доминирует сегодня концепция глобалистов. Это некоторый клуб, который Трамп называет Deep State, называются там конкретные имена, Soros, другие, которые значительно сильнее выше чиновников. Даже когда власть чиновников ослабляется, тем не менее они продолжают продвигать свои глобалистские концепции, идеи, организуют пропагандистские кампании. Безумная пропагандистская кампания в Соединенных Штатах, начата еще при Трампе. Не Трампом, а именно глобалистами, именно вот этими самыми людьми, которые пытаются влиять на чиновников. Вы немножечко путаете причину и следствие. Но с вашего позволения, давайте мы с вами уже больше часа говорим, продолжим эту дискуссию. Она очень интересная, я уверен, что наши с вами зрители будут в восторге от того, что мы с вами не согласны по многим вопросам. В том числе по глобализму, потому что это опять уходящая идея. Мы попали в совершенно опять другой мир. Мировая экономика уходит от глобализма, потому что он сегодня интересен. Совершенно идет другая сторона. И в США идут другую сторону. Они идут в сторону регионалистики. В США идут в сторону доктрины Монро. Вспоминайте, совершенно другая концепция. Глобализм завершается. Он оказался очень полезным. Он дал очень много экономическом плане. Но он исчерпал себя. И сейчас как раз мы наблюдаем, что не исчезает глобальная экономика. Но она будет некой такой суммой региональных блоков. И вот это совершенно новый мир, в котором мы тоже будем с вами жить. Мир опять меняется. Попытайтесь это увидеть, надо было, Константин Антонович. Мир такой. Я постараюсь снять шоры со своих глаз. Я очень надеюсь. С вашими рекомендациями. Наконец понять, что происходит. Спасибо большое. Спасибо, Игорь Владимирович. Давайте продолжим. Это очень хорошо, что мы с вами не соглашаемся. Это перспективно. Счастливо. Всего доброго. Счастливо.